День Конституции 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 который отказать. Но в нашей ситуации, в связи с введением новых подзаконных актов, фактически у него наступает такое право отказать. Но как у нас далее судебная практика будет показывать, что если гражданин обращается, вот даже взять перевозчика, если он приобретает сейчас билет и вылет у него состоится в марте, в апреле, хотя в законопроекте указано, что денежная компенсация должна быть возвращена в течение 30 дней. Но бывают же такие ситуации, что он вынужден, это похороны, это какие-то несчастные случаи, я уже не говорю о том, что мероприятия какие-то увеселительного характера, но если это вот срочность нужно будет, а он лишен будет возможности именно перелететь, совершить поездку либо поездом, либо авиа, то каким образом будет поставлен потребитель вот именно в рамках вот таких, как можно сказать, что в чем права-то будут восстанавливаться именно введением определенных у нас кодов. А если рассмотреть образование, медицину, что можно в этом ключе сказать? По образованию. Действительно у нас очень много, большой процент, наверное, все вузы, это не секрет, что платное образование. Заключается договор на оказание платных образовательных услуг. Что такое договор? В договор, естественно, включается и помещение, это и прямой контакт с преподавателем, что у нас это очень ценилось и ценится образование. Это дистанционно, это человек, который сам себя обучает и который, да, слушает интернет, но, наверное, это все-таки в будущем мы ощутим качество этого образования. Далее, это место, это пользование библиотеками, то есть теми-теми благами, которые включены в тариф именно договора об оказании платных образовательных услуг. И фактически сейчас как-то здесь не вносится никаких подзаконных актов, никаких проблем, а ведь родители, которые заплатили за своих детей и денежные суммы, они довольно-таки велики, и если их переводят на платное образование на самостоятельный, на дистант, то должен же тогда как-то решаться вопрос о возврате денежных сумм, да, то есть родители вправе либо вообще расторнуть, но это расторнуть, конечно, ребенок останется вообще без образования, но если ты хочешь продолжить, то эта проблема должна решиться, потому что это дорогостоящая услуга. И как опять скажется на финансовых проблемах уже университета, институт, то есть высших учебных заведений, ну не только высших, но и других специализированных образовательных учреждений, где именно провели набор на платное медицинское образование. Вы видите в этом определенное нарушение прав человека? Это нарушение опять договорных условий, да, то есть, конечно, здесь есть нарушение именно права как потребителя, то есть в любом случае мы возвращаемся к слову потребитель, потому что если заключен договор и вам оказывают услугу, вы эту услугу получаете для себя, вы в любом случае становитесь потребителем. И, конечно, здесь ограничение, и нужно здесь смотреть соразмерность этого ограничения. Действительно, она должна быть таковой, либо, может быть, какие-то иные меры, хотя у нас в законодательном собрании даже, вот я знаю таких, которые предлагают определенные условия, при которых якобы будут восстановлены эти права. Но чем они будут восстановлены? Денежной компенсацией, потому что я только слышала о том, что это произвести компенсацию в пользу индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые несут убытки, а в отношении самих физических лиц я таких предложений не слышала. Людмила Алексеевна, ну вот сейчас очень активно, на днях, но все об этом знают, будут рассматриваться предложения в федеральный закон по введению QR-системы. Во всех регионах идет обсуждение, в том числе с общественными палатами, и вот где-то регионы так активно достаточно привлекают общественников, народ к этому обсуждению, а где-то, на мой взгляд, все так несколько, ну, срежиссировано, что ли, да, и какие-то изменения, они, ну, такие очень точечные, в целом система не меняется. Как вот вы оцениваете работу в этом смысле в нашем регионе? Как у нас проходит это все? — 19 ноября я участвовала, была приглашена на совещание, где проводилось обсуждение общественной палаты Алтайского края. Вот именно там участвовала очень у нас представители и с медицины, и Роспотребнадзор, и представители индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, то есть коллектив очень большой был. Ну, как-то так мое это мнение, что получилось обсуждение именно, в частности, вопросов, что нужно сделать, что нужно сделать, да, это у нас там были конкретные предложения от некоторых лиц, но фактически-то вопрос-то спускался на обсуждение именно законопроекта, его именно соответствии нормам права. Ну, вернусь опять, как у нас один представитель, да, он депутат собрания, он сказал, что поскольку законопроект проходит определенную экспертизу, то фактически ему уже дана правая оценка, и поэтому здесь мы можем что-то посоветовать, что-то подсказать. Ну, конкретно предложений я, именно, если говорить, вот опять такая у меня почему пауза получилась, если говорить о том, что один из участников указал на то, что увеличить компенсацию, да, предпринимателям, которые несут сейчас убытки, но я здесь не знаю, я не могу это поддержать, потому что это государство, это не бездонный карман, да, нужно выходить из этого по-другому, да, какие-то меры иного характера принимать, а не то, что жить с протянутой рукой. Предприниматели, наверное, они могли бы и сами себя обеспечить. Ну, вот, кстати, предприниматели, они активнее других категорий сейчас пытаются там где-то выступить против той же системы QR-кодов. Я знаю, что уже два обращения они подготовили к нашим парламентариям. Вообще их чая не слышат, на ваш взгляд? Очень трудно сказать. Очень трудно, но надеемся, потому что, наверное, Россия, она всегда все слышит, все видит, и я думаю, что очень радует, что сейчас, вот я просто ночью вчера, ночью, днем читаю все события, которые происходят у нас в Государственной Думе, и очень радует, что выступают, в том числе и один из наших депутатов выступил с определенным документом, даже очень неожиданно, и я даже горда за такое выдвижение и высказывание, что именно это касается вопросов, связанных с медицинской точки зрения. Зрение я нисколько не хочу, чтобы подумали, что я там в состав. Нет, я не медик, я этого не беру. Я просто именно говорю о справовой точке зрения, потому что если это действительно эти меры так необходимы, что надо потерпеть, затянуть пояс и, как говорится, исполнять то, что нам говорят. Но опять исполнять то, что нам говорят, ну, наверное, со здравым смыслом. Вот вы сейчас сказали о здравом смысле. Ну, в завершении интервью, наверное, тогда такой вопрос. Вообще, принимая законы, на что нужно опираться, что нужно учитывать, помимо каких-то вот сугубо юридических аспектов, на ваш взгляд, права. Наверное, человеческий фактор. Человеческая жизнь и вообще смотреть, прислушиваться, наверное, да, глубинку, глубинку, потому что народ сейчас у нас, я не могу сказать, что он в отчаянии. Да, мы оптимисты, мы оптимисты, мы можем, мы сделаем, мы приспособимся, да, и я думаю, что не будем поставлены на колени. Мы сейчас все оказались и за, и против, кто да, мы идем в одной, живем в одной лодке, и поэтому нам дальше жить. И именно федеральные законы, которые будут приниматься на высшем уровне, нам с ними жить. И поэтому очень тщательно нужно их смотреть. Я думаю, что те граждане, те наши депутаты, которые будут их принимать, они, как пословица говорит, 10 раз отмерь, а потом один раз отрежь. Я думаю, что, наверное, такие пословицы должны быть в головах у тех, кто это будет принимать. Спасибо большое, Людмила Алексеевна. А я напомню, что сегодня мы говорили о правах и свободах граждан. У нас гостем была Людмила Алексеевна Жгун. Это эксперт общественной палаты, юрист, правовед. До свидания. Всего доброго.